добрый день меня зовут алена калитка я технолог торговой марки fox и мы снимаем рубрику маникюр за час модель у нас сегодня со старым материалом мы будем снимать предыдущий гель-лак делать классический маникюр в технике с ножницами и накожницами и из дизайна мы выбрали french french мы будем выбирать по нескольким факторам первое это цвет кожи клиента так как ручки у нас светлая модель на светлокожая то мы выберем розовую основу для французского маникюра второй принцип по которому выбирается цвет камуфлирующего геля под французский маникюр это конечно же время года в зимнее время года мы будем выбирать нейтральные тона пастельные летом можем сделать поярче первое что мы делаем это начинаем с обработки рук своих и клиента для этого мы будем использовать санитайзер от fox разворачиваем ладошками и растираем как моем ручки трезером мы снимаем старое покрытие на 18 и 20 тысячах оборотов не стоим на одном месте чтобы наш материал не нагревался движениями сверху вниз мы снимаем старое покрытие а а Субтитры создавал DimaTorzok Движения плавные, стараемся материал снимать равномерно, чтобы облегчить последующую процедуру выравнивания базой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На снятие в среднем у меня уходит от 5 до 7 минут. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Не забываем про правила трех ногтей, в котором три наши ноготочка, это безымянный, средний и указательный, должны быть одной длины. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Лопатка работает параллельно ногтевой пластине под 5-10 градусов Она практически лежит и идет без нажима Субтитры создавал DimaTorzok Убираем глянец натуральной ногтевой пластины Если у нас где-то остались остатки лака, мы обязательно их убираем Потому что французский маникюр предполагает нанесение полупрозрачной базы под которой могут просвечиваться остатки предыдущего покрытия Баффом снимаем глянец натуральной ногтевой пластины Субтитры создавал DimaTorzok 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 Достаем по одному пальчику Отодвигаем нашу кутикулу лопаткой Вычищаем птеригий Субтитры создавал DimaTorzok 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 Скорость, четкость и качество нашей работы Зависит от инструмента, который находится у нас рядом Обязательно возле вас должны находиться в удобном положении ножницы, накожницы Если у вас подсыхает кутикула либо ногтевые валики, вы можете смачивать вашим уголочком салфетки влажной, увлажненной Заводим нижнее полотно ножниц под кутикулу Упираемся в максимальный валик и на ногтевую пластинку Маленькими шажочками по одному миллиметру Когда доходим до левого синуса, проворачиваем пальчик модели Субтитры создавал DimaTorzok Оттягиваем латеральный валик и работаем в пазухе Увлажняем салфетку Если наш ноготочек подсох Нижнее полотно заводим под кутикулу И маленькими шажочками Один миллиметр-полтора Срезаем одной полосочкой нашу кутикулу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Движениями вверх салфеткой заканчиваем наш маникюр Если у нас есть какие-то маленькие зацепочки Они обязательно выйдут наружу и мы их снимем Следующий ноготочек увлажнили Субтитры создавал DimaTorzok 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 Достаем по одному пальчику, промакиваем салфеточкой Еще раз отодвигаем кутикулу и прочищаем птеригий Субтитры создавал DimaTorzok 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 Увлажняем кутикулу, чтобы она была эластичная Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если вам нужно сгладить боковые валики, вы можете зашлифовать пилкой Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Проходимся нейлпрепом, подготавливаем ногтевую пластину к покрытию. Нейлпреп подсушивает ногтевую пластину, является антисептиком и убирает остатки пыли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тонко втирающими движениями наносим базу Раббер Перед использованием камуфлирующей базы я всегда советую пользоваться прозрачной базой Раббер. Она обеспечивает нам сцепку и полную просушку дальнейшего материала. Продолжение следует... 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 Камуфлирующей базой покрываем тонко весь ноготочек, затем ставим капельку в зону апекса и создаем выравнивание ногтевой пластины с торца поднимаем материал вверх чтобы кончик у нас оставался максимально тонким при необходимости ручку можно перевернуть в лампу работаем конвейерным методом максимально прокрашиваем под кутикулу тонким слоем затем второй каплей мы выстраиваем апекс по всей ногтевой пластине и с конца забираем материал вверх чтобы кончик и торец ногтя был максимально тонкий переворачиваем ручку отправляем в лампу по всей ногтевой пластины Субтитры сделал DimaTorzok Формируем мапок с подталкивающими движениями, распределяем гель Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Первый слой я наношу тонко и максимально близко к кутикуле и проксимальным валиком Второй слой более плотно, создавая правильную архитектуру Добавил субтитры DimaTorzok Ставлю кисть веерно и прокрашиваю максимально близко Далее каплю побольше в зону апекса и распределяю материал Добавил субтитры DimaTorzok Вы не должны базой дотрагиваться к кутикуле Если есть подтеки, убирайте сразу, но старайтесь наносить максимально четко Добавил субтитры DimaTorzok 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 И можно добавить на средний ноготочек еще тонко Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok торец переворачиваю ручку чтобы отцентрировать улыбку относительно оси пальца как и форму натурального ногтя так и улыбку мы смотрим с тыльной стороны руки чтобы они были на одном уровне и скругляем контролируем плотность материала торец обязательно прокрашиваем прокрашиваем торец и контролируем нашу симметрию отлично в лампу все то же самое толщина оттягивая валик высота усов убираем излишки движениями вниз и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Дополнительной кистью Движениями от центра вверх можно контролировать ширину усов, если где-то у вас получился широковатый ус. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если вы хотите узнать о тонкостях идеального френча, пишите в комментариях и мы обязательно следующее видео снимем для вас. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Излишки материала снимаем движениями вниз. Субтитры сделал DimaTorzok Сушим большой и правую ручку я начинаю покрывать топом. Выбираю я топ-раббер. Наносим на всю поверхность торец и ставлю немножечко больше капельку для получения идеального блика в лампу. В лампу. Переворачиваем. Переворачиваем лампу. Топ-раббер эластичный, не будет давать сколов и пожелтения. Наш французский маникюр будет носиться долго и надежно. Продолжение следует... Продолжение следует... Я хочу вам напомнить, что мы не снимали липкий слой с базы и белым гель-лаком рисовали в один слой французский маникюр. Поэтому у нас нет излишней толщины пончика. И нам не приходится наносить много топа, чтобы сделать выравнивание. Топом прокрашиваем по всему периметру и торец. Переворачиваем для формирования идеального блика. Отправляем в лампу. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Так как мы работаем конвейерным методом, то наши ноготочки просушиваются для фиксации 5-7 секунд. После чего мы полностью кладем все 5 пальчиков в лампу и просушиваем контрольную просушку 1 минуту. Снимать липкость мы будем клинцером от Фокс. Движениями вниз, заворачивая салфетку, чтобы не растирать дисперсионный слой по пальчику. И второй раз под кутикулой проходясь. Вторую ручку. Пилочкой проверяем по бокам, не затек ли наш материал. Субтитры подогнал «Симон» И обязательно в конце процедуры наносим масло для кутикулы. Масло для кутикулы будет убирать остатки дисперсионного слоя, увлажнять кутикулу после маникюра и пересушивающего действия наших препаратов. Обязательно убираем остатки масла с ногтевой пластины с сухой салфеткой. Я не знаю, справилась ли я за час, но я считаю, что маникюр выполнен отлично. А теперь нам нужно сделать красивое фото. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!